Возможность заработать дроп на минимум 50 долларов без вложения от проекта, в который инвестировал сам Binance. Оптимальная стратегия участия в компании призовым пулом в 500 тысяч долларов от команды Arbitrum. За двумя зайцами, или в каких проектах седьмой недели марафона дропов от BNB я планирую принимать участие. И, наконец, разбор третьей волны квестов от проекта Linea, команда которого прямым текстом говорит о раздаче ретро-дропа. Рад видеть вас на канале Криптон. И о Сане, и это еженедельная рубрика по практическому заработку на крипте. Без лишних слов мы совместно пошагово отработаем все актуальные события этой недели. А заодно и будем набираться опыта и знаний. Ролик будет актуален как для только начинающих криптонов, так и для опытных гуру. Так что прошу авансом закинуть лайк, подписываться на канал и активировать колокольчик. Все ожидания будут оправданы. Поехали! Начнем с более простых активностей в плане трудоемкости работы и затрат. И с каждым событием будем постепенно наворачивать серьезность. Первым делом предлагаю вспомнить о таком проекте, как Magic Square. В 45-м выпуске рубрики Криптосхемы я уже делал разбор проекта, где я показывал, как на площадке можно зарабатывать карму, за которую и стоит ожидать награды. Информация из этого ролика актуальна и по сегодняшний день. За эти три месяца появилась парочка апдейтов, которыми я не могу не поделиться, чтобы с данной активности заработал ну уж точно каждый. На днях площадка CoinList анонсировала вознаграждаемую программу «Путь к TGE» совместно с проектом Magic Square. Если что, TGE — это событие запуска токенов, то есть день, когда токен начинает торговаться на биржах. На программу выделили 2,5 миллиона токенов, что составляет 0,25% от общего предложения. Из этого пола миллион токенов распределят среди топ-2000 участников программы. Еще лям полетит участникам извне топ-2000, и оставшиеся 500 тысяч токенов будут распределять в виде наград самым активным пользователям недели и в формате рандома. Цена публичной продажи токенов — 10 центов за токен. Всего на старте торгов будет разлочено 7,5% токенов, из которых 6,5% выделены под ликвидность и для маркет-мейкинга. Простыми словами, это значит, что в биржевой стакан может полететь лишь 1% токенов, выделенный под дроп. С таким малым количеством токенов на старте цену можно распампить очень высоко и потом разбрасываться громкими заявлениями. Все наши пользователи получили очень достойные награды. Проверять я его, конечно, не буду. Ко всему этому в проект заносил денежки фонд Binance Labs, что не исключает возможности появления проекта на Binance Launchpad, а это гарантированные десятки иксов от публичной цены сейла. Разобрались, что в теории все должно быть круто. Ну че, переходим к практике. Все крутится на площадке Зейли, где мы, собственно, и будем выполнять задания программы. Демонстрировать дальнейшие действия я буду, отталкиваясь от того, что вы просмотрели предыдущий обзор по проекту, уже создали аккаунт на площадке и заработали немного кармы. Практически все задания либо просто-напросто прокликиваются без необходимости что-то делать, или подразумевают подписки на соцсети, с чем вы легко справитесь. Также есть ежедневные задания, которые также можно прокликивать. Я соакцентирую внимание на задании подвязки гиткоин-паспорта к нашему аккаунту на площадке. Подвязать свой гиткоин-паспорт можно в настройках аккаунта на Magic Store. При этом, дабы претендовать на получение наград, счет вашего паспорта должен составлять не менее 18. Именно по гиткоин-паспорту и будет происходить бритва нехитрых мультиакеров, которые не смогут набить 18 баллов на своих кошельках. Я уже однажды делал обзор того, как наименьшим путем сопротивления с минимальными затратами можно прокачать свой паспорт. Ссылку на тот материал я оставлю в описании, кстати. Но поскольку информация уже немного устарела, я также призываю всех заинтересованных присоединиться к дискорд-серверу Криптон, где практически 24 на 7 сидят наши амбассадоры, которые готовы ответить на все ваши вопросы. Для новичков упомяну, что вкачанный гиткоин-паспорт это уже не роскошь, а критическая необходимость, которая выделит ваш кошелек среди сотни тысяч мультиакеров. Выполнив квесты на Зейли, остается перейти на страницу компании на самом Magic Square и подвязать наш Зейли-аккаунт к площадке. В таблице лидеров после этого появится наш кошелек с количеством заработанных наград. В моем случае это 43 токена, что составляет 4 доллара 30 центов по цене публичной продажи. Накладываем сюда возможные иксы и получаем порядка 50 долларов за весьма тривиальной активности на один аккаунт. Увеличить сумму токенов можно с помощью тех самых ежедневных заданий по типу приглашения своих якобы друзей. В целом, если у вас уже вкачан гиткоин-паспорт, то компания абсолютно не требует затрат. Вам требуется всего лишь подписаться на соцсети и прокликать задание, что может принести несколько десятков баксов на аккаунт. Также помню, что в токеномике был прописан 1% на дроп, а на эту компанию выделено 0.25. Поэтому продолжать зарабатывать карму и делать задания на Зейли приказываю в обязательном порядке. Все необходимые ссылки для отработки я оставлю в описании. В качестве второго события переходим к седьмой неделе аирдропов от проекта из экосистемы BNB Chain. Если коротко о самом марафоне дропов, то каждую неделю команда BNB Chain совместно с проектами-партнерами запускают квесты, выполняя которые можно зарабатывать награды. На этой неделе имеем задания от проектов MyShell, CopyCat и KiloX. Среди этих ребят выделить хочу CopyCat и KiloX. Почему именно они? В случае с CopyCat имей простейшие задания в виде подписок на соцсети и затрат только на Mint NFT, который обойдется в микроцент. В качестве наград пол токенов Кэт на 30 тысяч долларов. Токен уже торгуется. Теоретически можно сделать на всю ферму с ожиданием наград в диапазоне от 5 до 10 долларов. А вот по проекту KiloX я уже делал отдельный обзор актуальных активностей. Ссылки на видео обзора, а также на страницу проекта в календаре событий, где в текстовом формате расписаны все события, которые освещаются на ютубе и телеграм-каналах Криптон, я оставлю в описании. В рамках марафона дропов KiloX разыгрывает OAT на сумму 30 тысяч долларов. Эти OAT дают нам очки на площадке KiloX, которые впоследствии гарантированно будут конвертированы в токен проекта при его выходе. Для выполнения задания нужно выполнять задания в соцсетях, а также совершить один трейд на сумму более 10 USDT, либо задепозитить больше 10 USDT на площадку. Выполнение ончин задания я хочу вам показать. Сомневаюсь, что у всех в сети OAP BNB лежит 10 плюс долларов, поэтому стартуем с отправки средств в OAP BNB с помощью моста ZK Bridge. Отправляем чутка больше 10 баксов в монете BNB. Далее на обменнике PancakeSwap обмениваем BNB на минимум 10 USDT и переходим непосредственно на KiloX. Подключаем кошелек, выставляем такие параметры, как видите на скриншоте и становимся в позицию. Сразу же закрываем нашу позицию и забираем награды NFT на странице квеста. KiloX является достаточно перспективным проектом BNB-чейн экосистемы, в который также занес денежки фонд Binance Labs, и появлению которого на Binance Launchpad я не удивлюсь. Команда прямо говорит о дропе за набор баллов в рамках кампании, о которой я рассказывал в одном из прошлых видео. Повторюсь, ссылку на видео, а также календарь событий вы найдете в описании. Перед тем, как мы перейдем к третьему событию, хочу вас спросить. Не помешал ли вам новенький MacBook Air, PlayStation 5 или третьи AirPods? Спрашиваю не просто так, ведь в пятницу и субботу прошли два значимых события. Черная пятница и день рождения экосистемы Криптон. В честь этого мы запустили увлекательнейший ивент. Оформить подписку на Криптон Прайм со скидкой до 25% и гарантированно в игры MacBook, PS5, AirPods 3 и другие ценные подарки. Сперва о том, что такое Криптон Прайм. Прайм — это универсальный инструмент по заработку в криптовалюте, благодаря которому вы экономите кучу времени, при этом зарабатывая в разы больше. Это о гарантии заработка, расширенном календаре событий, над которым работает и постоянно дополняет целая команда ресерчеров. О личном наставнике, который ответит на все вопросы и сильном сплоченном сообществе амбициозных криптонов. С 24 по 30 ноября у каждого есть возможность оформить подписку на Прайм по серьезной скидке. Да еще и забрать один из крутых призов в зависимости от тарифа. Прозрачности ради мы создали отдельный телеграм-канал, в котором показывается, какой подарок и кому выпал. Уже на четвертой покупке один счастливчик выбил MacBook, а на шестой, второй, удачливый парень забрал AirPods и третьи. Хочу обратить ваше внимание, что пул подарков будет расширяться в зависимости от желающих участников. Еще желающие. Сами не ожидая такого ажиотажа, нам уже пришлось докинуть количество наград на некоторые позиции. Ведь, как оказалось, шанс в 10% на получение условного MacBook оказался не таким уж и маленьким. Поэтому не затягивайте с раздумиями. Топовый инструмент, команда которого гарантирует окупаемость. Да еще и накидывает цены подарки на хот-доги, дабы работалось проще и продуктивнее. Нужные ссылки с инструкцией по тому, как приобрести подписку и принять участие в розыгрыше, я оставлю в самом верху описания. Ну что, переходим к третьему событию. К третьей волне – Линеа Ваяж. Снова-таки обращаю ваше внимание, что информацию о проекте Линеа и о событии Линеа Ваяж можно вычитать в календаре событий. Данную активность мы ведем с нулевой недели и продолжим вести вплоть до ее завершения. От себя добавлю несколько вещей. У проекта 700 миллионов инвестиций и команда напрямую сказала, что дропу быть. А также акцентировала внимание на том, что не страшно, если вы пропустили какую-либо из волн. Сеть не дешевая, поэтому принимать участие в данном событии рекомендую только на то количество кошельков, которые вы объективно готовы потянуть. Ну что, приступаем к заданиям. Третья неделя является неделей обменов и продлится до 28 ноября, 15.00 по московскому времени. Есть два подхода максимизации полученных очков опыта при минимальных вложениях. Пройдемся по каждому из них. При первом задании за один своп и написание отзыва можно получить 250 баллов опыта. Для этого понадобится 25 долларов оборотки и еще пару баксов эфира на покрытие комиссий. Делается это на площадке Izumi Finance путем обмена эфира на застейканный эфир. При втором подходе все делается аналогично. Вот только обменивать будем 500 долларов за один раз, проводя обмены эфир, застейканный эфир и обратно. Такой метод позволяет забрать на 60 баллов больше. Вот только не все могут себе позволить выделить такую сумму. При отправке задания на проверку выбираем площадку Izumi. Обратите внимание, что проверка задания идет около часа времени и задание нужно отправлять на проверку индивидуально. Поэтому мало просто сделать свапы, нужно еще взять и не проморгать и заполучить свои заслуженные баллы. Нужны ссылки? Да-да, в описании. И последняя сегодняшняя активность команда от проекта Arbitrum с призовым пулом в 500 тысяч токенов ARP. Компания проходит на площадке Galaxy, будет разделена на три раунда, последний из которых закончится 31 января. Первый раунд насчитывает 24 проекта партнера и окончится в середине декабря. Мне пришлось изучить и сделать практически каждый из этих квестов, чтобы я мог выделить самые адекватные по параметрам затрат. Необходимые оборотки, необходимость лока средств и количество участников. Вот за какие квесты я бы рекомендовал вам взяться. Первый. Квест от TraderJoe. Один свап, подписка и ретвит в твиттере. 100 победителей получат по 50 долларов токене ARP каждый. Исходя из количества репостов, в задание на текущий момент влетело полторы тысячи человек. Проверка свапа производится раз в 24 часа. Второй. Квест от Angle Protocol. Такие же награды. 100 победителей по 50 баксов. Задание в соцсетях, судя по которым пока что около 600 участников и одно ончейн-задание. Выполнение ончейн-задания таково. Сперва покупаем на копейку токен AGUR и затем кидаем его в стейкинг. Ончейн-задание также проверяется не сразу. Третий квест на проверку удачи от проекта WuFi. Сперва нужно выполнить задание Early Adapter OAT за подписки на твиттер. А только потом можно перейти к ончейн-заданию. Для его выполнения достаточно внести депозит в USDC в любом количестве в сети Arbitrum. Кидаем копеечку. 10 счастливчиков заберут по 500 баксов каждый. Топаем далее. Квест от Dopex. Задание с соцсетями и одно ончейн-задание. 200 победителей по 50 долларов. Текущее число участников около 3500. Для выполнения ончейн-таска переходим по ссылочке и кидаем копейку в пул в оврапнутом эфире. И последний лайтовенький квест еще один от Dopex. Соцсетки плюс один свап на площадке OpenOcean на сумму более 50 долларов. Просят ретвит того же поста, что и Юмамия. Поэтому берем за число участников ту же цифру 3500. По наградам 50 человек по 130 баксов. Если отрабатывать это дело все на выходных при низком газе, то на один аккаунт тратим порядка 2-4 долларов. Почему я стал выносить такую активность, раз награды могут показаться сомнительными? План минимум. Прокачка ончейн-идентичности. Благодаря которой лишь за последний месяц. Ой, как раз дали уже дропы. Проект Селестия и проект Piff Network. План максимум. Мы везучи загоняем ферму в эту компанию. И мало того, что прокачиваем ончейн-идентичность. Так еще и прокачиваем сопутствующие затраты. А может, даже и зарабатываем. Вот такой подходик будет лично у меня. Ну что, давайте, ладно, последний разочек повторю. Все необходимые ссылки в описании. Ну что, знаете, довольно-таки плотненький выпуск получился. Неплохой, скажем так. Поэтому попрошу отблагодарить всю нашу Ютуб-команду. Лайком, подписочкой на канал и прожатым колокольчиком. Ну, вдруг кто еще из вас какую-либо из этих кнопок не прожал. Ну, вам не трудно, нам приятно. Ну а вам я желаю продуктивной недели, хорошего настроения и приятного шопинга на Черной Пятнице.